Всем привет! И сегодня я хочу вас порадовать самым экономным десертом, который сможет приготовить любой из вас. А речь пойдет о воздушной хрустящей радужной меренге или как еще называют безе. Перед тем, как начать готовить меренгу, нужно зажечь духовку для того, чтобы равномерно нагрелось. В сухую чашу миксера отправляем белки от трех яиц. Белки должны быть комнатной температуры. Добавить щепотку соли. И на средней скорости миксера взбиваем белки до пышной воздушной пены. Воздушная пена должна быть чем-то напоминать пивную пену. После этого начинаем вводить сахар. Соотношение сахара к белкам 2 к 1. Две части сахара и одна часть белка. Взбивать белки с сахаром до плотных пиков. Пока взбивается меренга, я подготовлю кондитерские мешки и пищевые красители, которые я буду использовать. Готовая меренга глянцевая, хорошо держит форму, имеет вот такой устойчивый клюв, который нежно танцует. Меренгу нужно поделить на три части, так как я буду их окрашивать в три цвета. Посмотрите, насколько хорошая меренга держится на лопатке. Я уже поделила на три равные части меренгу. И сейчас начнем окрашивать. Начинаю окрашивать с розового цвета. Я буду использовать вот такие красители. Первую часть добавляем розовый цвет. Во вторую часть я добавлю розовый цвет, но буду смешивать цвета. Хочу получить сиреневый цвет. Для этого я добавлю еще синий цвет. Пару капелек буквально. И третья часть у нас будет желтый цвет. Сейчас нам нужно будет аккуратно соединить меренгу с пищевыми красителями, чтобы получить однородный тон. Вот такими легкими движениями будем смешивать все цвета. Но вы, друзья, если не хотите использовать пищевые красители, вы можете просто отсаживать чисто белую меренгу. Она такая же будет вкусная и воздушная. Но вот такие нежные, красивые цвета просто дают очень яркую. Меренга получается более аппетитной. Сейчас нам нужно взять стакан. В данном случае у меня. И одеваем кондитерский мешок поменьше, чем у нас будет основной кондитерский мешок с насадкой. И выкладываем меренгу. Посмотрите, меренга очень плотная. Она не потеряла свою форму. И вот так поочередно будем выкладывать в трех мешках меренгу. После того, как собрали меренгу в трех мешках, мешок берем вот так аккуратно. И с этого края выдавливаем весь воздух и аккуратно завязываем. Завязываем для того, чтобы меренга не убежала от нас. Итак, все три мешка я завязывала. После этого достаю мешок из стакана. Выдавливаем полностью воздух из кондитерского мешка. Я сделала буквально маленький надрез с конца. Но сейчас делаю надрезы побольше, чтобы легче выдавить меренгу. Сейчас беру основной кондитерский мешок с насадкой 1М. И переложу все три кондитерские мешка с меренгой цветной в этом основном пакете кондитерском. Кондитерский мешок готов. Я заранее уже приготовила противень с силиконовым ковриком. И буду отсаживать меренгу. Отсаживаю меренгу на небольшом расстоянии друг от друга. У меня здесь на силиконовом коврике, как вы видите, вот такие квадратики. Я стараюсь в эти квадратики вот так отсаживать меренгу. Буду высушивать меренгу при 80 градусов. Духовка у меня уже нагрета. И я установила температуру 80 градусов. Но все равно буду высушивать при открытом дверце духовки. Если вы ни разу не готовили такую меренгу, то самое время ее приготовить. И ваша семья будет просто в восторге. А я отправляю меренгу в духовку сушиться. Прошло полтора часа. Я достала меренгу с духовки. Посмотрите, насколько легко снимается с коврика. Не потеряла цвет. Не потрескалась. И сейчас мы попробуем. Вы себе не можете представить, настолько она вкусная. Просто таят во рту. Я вам советую приготовить на любой праздник и просто так для себя любимых такую меренгу. Ведь меренгу любят и стар, и мал. Никто не прочь похрустеть такой меренгой. Цветную меренгу переложила в тарелку и можно сразу подать на праздничный стол. Друзья, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Не забываем писать комментарии, нажать на пальчик. Кто не подписан, подпишитесь, нажимайте на колокольчик, и вы будете в курсе всех событий. И до скорых встреч на моем канале, гостях у Милы Людмилы. Пока-пока!